И скоро я к нему вернусь, а рада, ты, Тойка, ты со мной, ты будь, пожалуйста, со мной, давай речь, правда, давай речь, правда. До Тынды волонтёры молодёжки ОНФ добирались на автобусе, а до Якутии уже на поезде. Чтобы попасть в лагерь, который разбили в тайге, им пришлось преодолеть ещё 280 километров бездорожья. В течение двух недель добровольцы совершили обход 35 домов и помогли жителям по 13 адресам. Основные просьбы людей – распилка и заготовка дров, уборка строительного мусора на участках, восстановление повреждённых хозпостроек и заборов. Работа шла в тесном взаимодействии и при поддержке местных властей, а также правительства республики Саха. Наша основная задача заключалась в том, что мы совместно с якутскими пожарными тушили торфяные ямы, которые тлели, прогорали и была возможность дальнейшего возгорания. Что было самое сложное? Самое сложное, наверное, это было вскапывать эти торфяные ямы, потому что в некоторых местах это было невозможно, так как были очень тугие сам рельеф, и от этого было сложнее, но тушить всё равно надо было. Жили ребята в палатках, чтобы не замёрзнуть, а пили печку круглосуточно. Для этого организовали график дежурств. Мы были разделены на некоторые группы, то есть у нас была группа девчонок, они помогали юридической помощью, некоторые парни работали с пожарниками напрямую. Что лично делал я? Я, получается, мы рубали лес обгоревший, обчищали горелую кору, зачищали эти столбы и гражданам раздавали дрова, строили загоны, дома помогали строить. Помощь пострадавшим в Якутии оказывали амурчане от 18 до 30 лет и старше. Они внесли свой посильный вклад в восстановление села. Между тем, в Бязь-Кюэль проживает более полутысячи жителей. Почти треть из них лишилась жилья из-за природных пожаров. Анастасия Слесарева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.